Привет, друзья! Ну что, без виз походу открыт. Об этом сегодня расскажу более подробно. Вчера, 23 августа, выпускал новость по поводу того, что Европейский Союз дал добро на въезд для людей, которые имели вакцинацию, уже полную сделанную в Украине, дали добро, об этом была новость. И там не говорилось подробно, о каких визах идет речь, только в основном была рабочая виза, но сегодня уже изменили и всю эту информацию актуализировали. И уже есть информация на сайте посольства Чешской Республики в Киеве, то есть по всей Украине, что есть изменения в правилах поездок в Чехию в визовом порядке, все поменялось, поэтому более подробно сейчас все расскажу. Ну, значит, посольство Чешской Республики в Киеве сообщает, что согласно защитных мер Министерства здравоохранения, которое вступит в силу с 23 августа 2021 года, состоятся следующие изменения в правилах поездок в Чехию и в сфере виз и проживания. Значит, граждане Украины, которые имеют геометрические паспорта, могут путешествовать в Чехскую Республику в рамках правила 90-180 при условии, что у них есть сертификат о прививках, выданный третьей страной, признающая Чешской Республикой. В случае поездок на основании безвизового режима, лицо должно иметь при себе данный сертификат, иначе оно не будет допущено на территории Чешской Республики. Необходимым условием является то, что с момента введения второй дозы вакцины прошло более 14 дней, и человек не имеет никаких симптомов COVID-19. Следующим условием является то, что вакцинацию проводили такими вакцинами, как Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson. От владельца вышеуказанного сертификата не применяются карантинные мероприятия при въезде в Чешскую Республику, достаточно заполнить только въездной формуляр. Итак, друзья, информация реально подтвердилась, теперь по биометрии можно заезжать. Цель опять же является туризм, а не работа, естественно. Ну а там понятно, что наш народ не победит, и соответственно будет ехать, я думаю, и по безвизу работать, и даже говорить об этом нечего. Ну и соответствующая новость подтвердилась уже на сайте МВЦ РЦЗ, то есть на чешском портале Министерства внутренних дел, где рассказано, что 23 августа 2021 года в связи с эффективностью полной вакцинации противоэпидемические меры также будут ослаблены для вакцинированных иностранцев из третьих стран, при условии, что вакцинация проводилась с вакциной, одобренной ЭМА. ЭМА – это у нас организация, которая говорит, какие вакцины должны быть. У вакцинированных лиц должен быть выдан поддающийся проверке сертификат, образец которого опубликован в списке сертификатов на веб-сайте Министерства здравоохранения, то есть есть какой-то определенный формат, это тоже важно. И вакцинированные лица из стран, для которых на уровне ЕС был заключен имплементационный акт, и которые выдают сертификат в соответствии с регламентом ЕС и КОВИД, также могут прибыть без соблюдения других эпидемиологических условий. Эти вакцинированные лица имеют возможность поехать в Чешскую Республику по любой причине, и визовая повестка дня в соответствующих посольствах Чешской Республики также полностью обновлена для них. Это не относится к странам с высоким риском заражения. Поэтому, ребят, короче, без виз открыт, туризм открыт, у кого есть сертификат. Я не знаю, это повлечет то ли максимальное движение на вакцинацию, и все захотят рвануть по без визу. Тут уже решение в любом случае за вами. Хотите, нарожайтесь на такую опасность, работайте нелегально, это уже ваше право. Я за это ничего не хочу комментировать, говорить. Тем более у нас есть варианты, которые предоставляются бесплатно. И в этом случае вы, да, сэкономите приличную кучу денег в плане самоизоляции и в плане того, что не нужно будет здесь делать тесты. У кого, опять же, есть уже сертификаты. Но, опять же, стоит вопрос, как будут проверяться эти сертификаты и будут ли они вообще проверяться, буду на них смотреть. Потому что в Европе введен электронный сертификат, это QR-код, по которому все это распознается. В Украине же знаю, это просто обычная бумага, на которой написано от руки какие-то данные, либо печатается там форма. Вот, короче, фишка в чем, что этот документ легко подделать. Вот, если здесь уже занесено все в базу, автоматически все это обновляется, то там, в Украине, это все легко очень сделать, подделать, купить, грубо говоря. А там, конечно, не знаю, я не состою в министерствах никаких, я не за то, что там никто сюда не ехал, мне вообще без разницы, кто хочет как ехать, так и будет ехать, и ездим в любом случае. Я на это никак не повлияю, вот, поэтому просто делюсь с вами этой новостью, ну, а вы уже делитесь своим опытом, рассказывайте, пишите в комментариях, как проходили поездки, у кого уже есть данные сертификаты, как проходил ваш опыт, ваша поездка в Чехию, что спрашивали, что не спрашивали, работодатели принимали, не принимали и так дальше. Это очень интересно, важно и очень актуально в нынешнее время. Так что всем спасибо за то, что посмотрели данную новость. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.